Друзья, ищите лучший способ спланировать свой отпуск? Заходите на сайт Travelator.ru. Это онлайн гипермаркет по подбору туров в более чем 120 стран мира, по ценам туроператоров или даже ниже, с поддержкой до и после покупки. Удобный календарь низких цен, который помогает сориентироваться в датах и сразу выбрать наиболее выгодный день для поездки. А функция Tour Hunter позволяет отслеживать цену на выбранные направления или любимые отели и сообщить пользователю об изменениях цены. Также вы можете купить не тур, а забронировать отдельно номер в отеле, а дешевые авиабилеты подобрать на проверенном сервисе Aviasales. Никаких сборов и на ценах в мобильном приложении и на aviasales.ru. Лишь максимально низкие тарифы от надежных агентств. Служба поддержки 24 на 7, а подписка на уведомления поможет следить за стоимостью интересующего билета и в тот момент, когда цена пойдет вниз, пользователь получит сообщение, чтобы не пропустить выгодное предложение. Ссылки на оригинальные сайты, ресурсы в описании. Заходите и начинайте планировать свое следующее путешествие уже сегодня. Друзья мои, я в Шар-эм-эль-Шейхи, в районе Наама-бэй. И представляю на ваш, как говорится, суд, обзор отеля Лидо. Рядом отель J-UEL, также Марина. Рядом отель. Ну а вот и наша Лида. Четверочка. Такая среднебюджетненькая. Допустим, в апреле сейчас вот у нас номера в конце апреля где-то по 5-5,5 тысяч рублей. Потом, конечно же, в сезон чуть-чуть подорожают. Будут по 6-6,5. Вот в таком вот стиле сделан он, друзья. Сделан он в виде носа корабля, уходящего в море. В общем, можно этажи называть здесь палубами. У нас три палубы. На третьей палубе еще у нас бассейн подогреваемый зимой, естественно. Сейчас его нечего уже подогревать. На улице 33-35 днем погода. Вход выполнен в красивом, в красивом стиле. Но отель, сразу я вам скажу, друзья, он, ну, уже старенький, старенький. Реновация, хоть о ней и говорят, была там когда-то три года назад. Но что тут реновировали, я не знаю. Может быть, покрасили перила. Зато вот смотрите, полы, утолки из дерева. Ну, как на корабле. Цветы в горшках. Цветочки у нас растут и вот на этих деревянных перекрытиях. Это вот такая релакс-зона. А? Вот такие вот. Что это? Магнолия? Не знаю. В общем, бело-красные цветочки. Такие дают тень. Здесь можно посидеть. Отель небольшой. Все, номеров где-то около 200. Здесь, естественно, работают кондиционеры. Смотрите, как красиво. Небольшой уголок. Фирменный в египетском стиле. Сделан с верблюдами, с татуиками, со змеями. Здесь также можно под кондиционером отдохнуть. Как всегда, чек-аут 12, чек-аут 2 часа. Можете договориться, чтобы если свободны, не гора есть, населили пораньше. Ну, не факт, не факт, не факт. Ну, а у вас и я у вас. В египте во многих отелях существует такая у них традиция. Как только у вас чек-аут, они срезают вам браслетики. И все. И вы, теперь уже не будет у вас all inclusive, все включено и так далее. Все за отдельный плат. Так и здесь. Все, в 12 часов вы выезжаете. Все, все остальное у вас, все, all inclusive ваш пропадает. Вы уже кушаете, пьете за свой счет. Да, как-то вот так. Мы сейчас прилетели сюда на все включено. То есть у нас включены местные напитки. Обед, завтрак, ужин. Местные напитки, остальное. Импортные напитки, естественно, за дополнительную плату. Смолеты, да, здесь летают. Они через весь Шарм-эль-Шейх летают. Ну, особо так не гудят. И ночью тем более. Чего-то их не слышно прям. Не знаю, может быть я крепко сплю, не слышно. Вид. Вот третий этаж, это где у нас бассейн. Подогреваемый. Ну и бар, естественно, полбар. Бассейн небольшой. Но такой уютненький. Все в основном на море идут. Рыбок смотреть. Бассейн ничего. Ну, есть любители, я знаю. Любители, которые в бассейне покупаться. Такой вот вид с третьего этажа. Вот внизу ресторан. Это бар ночной. Ну, как ночной. С пяти до двадцати трех. Он потом еще работает, но потом уже за деньги. Да, двадцати трех бесплатно. И море, 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 море. Залив, смотрите, какой. Мы его выбрали прям именно это за местоположение. Ну, по бюджету, во-первых, он не такой дорогой. И за местоположение. Риф, конечно, здесь такой, скажем, не очень. Ну, хотя, хотя, хотя все равно рыбки плавают. То есть, ну, вот сейчас я вам покажу, что я наснимал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видите, вот он, рифчик такой. Во-первых, он мертвенький. Ну, и небольшой такой. Зато пляж. Зато пляж, друзья. Вход песочный, пологий. Вот до Буйков прям можно пешком доходить. Для детей, ну, просто супер, веря, отлично. Вот, и вон там, вот, вот, какой бы он мертвый не был, все равно там рыбки плавают. И вот так еще туда, вот заход под, под пирс, под это вот, да, там тоже есть камушки, рифы. Там тоже рыбки плавают. Тоже можно посмотреть. И, я думаю, возможно, там вам даже и хватит их. Потому что, да, их не так много. Да, они не такие там здоровенные. Хотя, говорят, и Мурина когда-то приплывала. Ну, вот раз мы что-то вот пока не заметили. Ну, и небольшой пляжик вот у нас. Песочный. Да. Здесь уже пляж Марины. Нам вот на этот пляж можно. Вот сейчас мы в номер зайдем. Я покажу, как выглядит из номера. Вот она наша, наша южная, можно сказать, сторона солнышко. Вот оно, вот идет вот так вот через нашу сторону. И туда, туда заходит. Этот бар у бассейна работает с 11 до 17.30. Здесь то же самое, что и в барах внизу. Это у нас. Да, брэнди. Это, видать, ром, наверное. А, нет, виски. Виски. Текила. Ром. Ром. Джин. Гордонс. Финляндия. Водочка. Офьеджим. А вот это что? Аузо. Вот они, а вот это раки. А, раки. Они свои, вот как. Понял. Нет, не хочу. А теперь надо продегустировать все. А вот это красное чок. А это бакарди. Бакарди, да? Да. Это сироп. Сироп? А, сироп. А, сироп. Это обман пока. Вот такой. А джимбим? А джимбим это виски, потому что это сироп. А, виски с сиропом. Сироп. Классно. Сачок обычный, не свежевыжатый, свежевыжатый за дополнительную нам плату, да? Снеки есть с снэк тайм. То есть снэки можно взять с 11 до 12, либо с 16 до 17. То есть перекус, перекусить можно здесь. Большое, большое, достаточно. Вот как раз можно здесь вот посмотреть, какой размер отеля. Не то, что я скажу, что он огромный, но такое вот пространство занимаетесь. Здесь вот видно, вот как вот нос этого корабля. Плохо, что на квадрокопте прилетать здесь запрещено. Я бы вам показал, конечно, всю эту красоту. И здесь вот на третьем этаже, на третьей палубе, у нас тут номера такие, которые выходят на бассейн. Кому-то, может быть, нравится на бассейн. Но мне, конечно, лучше на море. Да я думаю, всем лучше, конечно, на море. Вид. Вы чего? Также на третьей палубе должно быть джакузи. Джакузи. Да, джакузи, пожалуйста. Без планетника можно здесь побулькать, посидеть. Также здесь, около бассейна, на третьем этаже, есть теннис настольный, который бесплатный. И вот здесь вот, под этой вывеской, лидо, лидо, в уголке, где номера вот эти на бассейн смотрят, есть салон красоты и массаж. Вот он здесь. Все бы хорошо с этими, да, деревяшками, полами. Но есть щели. Я вот не знаю. Дожди, конечно, здесь редкость. Да? И бассейн вроде не течет. Но если вдруг, чего? Через эти щели пойдет вода. Так, ну что, давайте сейчас зайдем в номер. Да, я вам покажу. А потом прям спустимся на сам пляж. Ну, посмотрите, как это, скалу, да, была скала. Ну, тут, конечно, ее подтесали, подрубили, облагородили. Ну, вот вокруг скалы все это построили. Строение, кстати, вот на таких железных вот держится опорах металлических. Вокруг они вот так опоясаны. Ну, а здесь кладка кирпичная, я надеюсь. Да, а здесь посередине скала. В скале, кстати, там тоже комната для персонала. Вот сделаны какие-то. Пофоткаться может. Ну, и вот наш номер. Недалеко от рецепшн, прям. Ну, на отеле Малиньки тут все недалеко от рецепшн. Ну, вот здесь есть цепочка. Да. Карта, карту любую. Я вот свою старую Сбербанковскую вставил. Почему-то отдают только одну карту на двух человек, да. Такие шкафчик для одежды. Сейф маленький. Туда только телефоны, там документы. Не знаю, в других отелях я там и ноутбуки 13-дюймовые вставаю. Клал. Здесь только вот такой. Зато бесплатный. Полка. Картина. Вообще, по картинам здесь нормально. Вот здесь еще картина. То есть, да, такой нескучный номерок. Светильничек такой цветной. Здесь еще картины, да, где чайная вот эта вот история. Чайничек у нас есть. А здесь, как обычно, две бутылочки вот дают каждый день. И по приезде, и каждый день дают. Ну, и чаек пополняют. Здесь у нас для, вообще для чемоданов. Ну, чемоданы у нас лежат вот так, потому что мы их постоянно открываем, закрываем. Потому что сейф маленький. Приходится в чемоданы что-то класть в ноутбук, я свой кладу и закрывать. Кондиционер, сразу скажу, кондиционер работает отвратительно. Во-первых, он шумит, работает, правда, всегда с закрытым балконом, с открытым. Но он шумит. Он шумит и особо он не холодит. Даже если выкрутить на минимум на 5 градусов. Ну, да, там чего-то такое. Но нет. Вот, большая двухспальная кровать. Четыре подушки. Подушки зачетные. Ничего сказать не могу. Что эти, что эти. Подушки нормальные. Матрас. Матрасик тоже нормальный. То есть спать вообще хорошо, шикардосно. Две тумбочки. Да, стульчик. Три стульчика еще. Вот на балкончике там стоят. То есть по стуле все нормально. Такой вот столик для белья. Ну, ящички. Понятное дело, большой стол. Который загажен нами уже. Тумбочка под телевизор. Телевизор небольшой. Наш канал сразу скажу. Я обнаружил. Давай торнадо, включайся. Всего два. ТНТ и восьмой. И то ТНТ иногда звук пропадает. Но я особо не смотрю. По входам-выходам, да, там HDMI, все вот это есть. Ну, уже новый телевизор. Куда стареет-то ставить. Опять, видите, картиночка. А вот они наш, наш балкон. Дверь деревянная вот такая вот. Никакая не сдвижная, а просто вот деревянная. Такая дверь, такое панорамное окно. Зачем-то вот здесь вот сделали вот эти ящики. Я не знаю, зачем. Они открываются, да. Ну, тоже открывается на петлях все. Для проветривания нет. Там стекла стоят с той стороны. Хоть они там и с щелями, с щелями, куда комары проникают. Но стоят. Ну, то есть, можно туда что-то заныкнуть. Столик. Ну, и балкончик. Деревянная дверь. Стулья. И вот такая столешница. Плитка покрыта. Чуть-чуть ее обходили, видимо, птички. А это так и было, кстати. Это мы приехали, это так и было. Хотя по уборке номера я бы не сказал, что все плохо. Хорошо все убирают. Меняют все эти полотенца. Все нормально. И перегородка вот такая. Я не знаю, для чего это делаем. Дыры. Ну, как на корабле. То есть, можно вот так вот брать стакан. И если соседи знакомы, так рожаться вот туда. И еще трамплинчик такой прям. Пух. По ремонту, вот реновация была, да. По ремонту покрасили. Так, жиденько. Потому что просвечивается старая еще краска. А здесь вот даже, наверное, сесть было тяжело. Не докрасили чуть-чуть. Зато здесь розетка есть. Можно работать. Здесь прям красота. Вечерком сел. На этой столешнице ноутбук открыл. И я сижу здесь вот, монтирую ролики для вас. Еще хочу предупредить вас, друзья. Классической такой сушилки, к которой мы привыкли, да, для белья. Сушить плавки, полотенца, что-то еще. Здесь нет. Есть стулья. Есть вот такой подиум. Можно здесь, конечно, разложить. И полотенца перекинуть. Посушить здесь. Но очень много ворон. И вот видите, прилетает туда постоянно. Так что будьте аккуратнее. Лучше сушите свое бельишко на стульчиках. Замок все работает. В принципе, все работает. Все работает. Мебель у нас, ну, старенькая, да. Мы когда ехали, мы знали это. Такая лакированная. Ну, не обшарпанная никакая. Вот в нашем номере, по крайней мере. Да, ванна с такой решеткой. Душевая кабинка с душем. С душем. Небольшая. Ну, в принципе, нормально. Унитазик, полотенчики. Зеркало большое, панорамное. Такого вот. Нету, чтобы посмотреть в себя поближе. Фен. Фен вот здесь вот включается. Работает все. Алисио. Алисио. Раковина. Ну и все. А вот по приезду нам дали кондиционер и лосьон для тела. Мыло. Зачем вот это вот хрень? А тут тоже картин, смотри, сверлю. Ну, блин, классно он тоже. Да, не ремонтом, так картинами возьмем. Красиво. Зачем вот это вот окно? Куда-то ведет? Ну, она ведет в коридор. Решетка. Для проветривания, наверное. Наверное. Ну, оригинально, конечно. Оригинально. Ну, вот такая ванна. Здесь вот чуть-чуть уже начинаем. Надо ремонтик уже делать. Три уровня подсветки. Ванной. Что для ванной не характерно прям в других отелях. Вот такой просторный номерок. Я бы сказал, что не меньше 25 квадратных метров. Не знаю, сколько, честно говоря. А то и тут и побольше, наверное. Здесь тут даже можно еще целую кровать поставить. Просторный номер. Да. Староват. Может быть, фонд у них этот мебельный. Ну, и так далее. Но все работает. В принципе, претензий у меня особых нет. Да, и потолок вот нормально побелили. Стрелку сделали какую-то. Видать, дырку какую-то заделали. В принципе, претензий особых у меня нет к номеру. Все нормально. Все функционирует функционально. Все нормально. Комары есть, так что берите с собой средства. Даже если вы закажете функцию бесплатную, которая называется москито-убийцы, придут они вам тут попылят этим дымом или чем там они делают. Два-три часа. Все. А что они придут? Они придут вам днем. А вечером, в основном, комары днем-то они тут и не кусают. А вот вечером уже, когда солнышко падает, все, начинают летать комарики. Так что фомитоксы, фомитоксы, кстати, я скажу, не помогает. А вот эти штуки, да, вот эти помогают. Не обязательно офф, любой. Все так распылили, попылили, все, и можно спать. Ну и, конечно, вид, вид, друзья, вид, пляж, это пляж, как Марины, так и наш. Мы тут можем лежать в своего отеля. Марина, из Марины тоже из отеля приходят полежать, посидеть, покупаться. И вот на вот боковой такой, на бухточку. Красиво, красиво, красота просто. Горы, скалы, там вот улица, знаменитый променад, Панамо-бэй, фикс-прайс, он там горит. Там вот пача, дискотека, она работает четверг, воскресенье, правда, только. Вот такая знаменитая, знаете, она во многих есть странах. Там панорама, дискотека, вот она грохает, да, она грохает. Ну, как грохает, ее особо не слышно, она там где-то внутри у них, то есть ее особо не слышно. Да, так бум-бум, так, знаете, чуть-чуть слышно, и она работает долго, и каждый день. Вот. А здесь, ну, еще от пляжа Марины здесь, вот сейчас вот как раз она работает, вот этот вот пляж Марины слышно, дискотеку. Вот она, вот она, это дискотека от Марины Шарм отель Калимада. Ну, да, качает она нормально, и где-то часов до двух, а то и до полтретьего, вот так вот. Без закрытой двери, конечно, невозможно спать. Ну, вот если дверь закрыть, в принципе, двери какие-то такие, ну, более-менее герметичные, таких прям ничего особо не слышно. Ну, главное, чтобы кондиционер нормально работал летом. Сейчас нормально, можно без кондиционера. А летом, конечно, тут запреешь. А вчера Лакпача колбасила. Колбасила, она, наверное, до утра. Мы приехали вчера из Каира, она где-то часов три-четыре уже, она еще до сих пор колбасила, но ее не слышно. Ее так, еле-еле. Такой вид из нашего, с нашего балкона. Ну и, что, пойдемте по территории сейчас прогуляемся. Вот, сейчас я вам вид покажу, который, если на восточную сторону, такой будет прямой вид на море. Ну, солнышко вот с утра сюда приходит. И еще тут внизу, вот он внизу, ресторан, вот внизу тут еще бар, то есть, здесь музыка играет, а здесь, ну, шумновато, до 12 часов будет вам шумновато. Трехэтажное здание, повсюду стоят пепельницы. Курить тут вообще можно, почти везде, и на пляже, и на пляже. Вот бар, который работает с 17 до 23 бесплатно, после 23 напитки, но местные, естественно, ну и все остальные уже платно, даже местные. Вот, можете просто вообще с этого постоять здесь вот на набережной и посмотреть вот этих рыбок. Можно даже и не нырять, если вы не любите, да, воды. Все равно вы их увидите, они везде, здесь, везде кишат. Ну и вот он наш пирс, как его назвать, деревянный наш, да, желтый флаг, все нормально. Здесь повооружаются дайверы, ну, видимо, тоже там внизу что-то такое интересное есть. о, причем еще стекло, не видно, правда, ни хрена, ничего тут не видно в это стекло, но вот тут более-менее, пока никого не видно. да, в бухте в нашей стоят корабли, но небольшие, от них не воняет, ничего, не дымят, они маленькие лодочки, можно сказать, поэтому все нормально. Везде надпись Марина Шарм-Отель, Шарм-Отель, но это как и Марины, видимо, пирс, так и наш пирс. А вот это вот именно наш прям пляж Лидо и бар, бар на пляже. Работа с 11 до 17 00. Я имею алкоголь, ну, водичку там можно и в другое время. Здесь у нас настил доски, здесь выложены плиткой и потом начинается песочек. Вот такой небольшой пляжик, но пока отель заселен, наверное, процентов на 50, я думаю, может, чуть больше. А мне совсем хватает, то есть мы приходим, ничего не занимаем с утра, никаких лежаков, кстати, должны умывалки, не работают, вот там умывалка. Всем все хватает. Я боюсь, что когда будет заселен все-таки побольше, там, в районе 90 и так далее процентов, лежачков-то все-таки надо будет их с боем отбивать, искать прям. Ну и вот, смотрите, какой пологий заход, да, в море. Еще раз говорю, детям, ну, с детьми, просто классно. И все, вы туда к буйкам идете, прямо вам там, только там вам будет где-то, мне с моим ростом метр восемьдесят пять, где-то там уже после буйков по шею, уже за буйками. А так, около рифа, который, правда, мертвый, где-то вам будет, ну, по пояс. Опять же, с моим ростом метр восемьдесят пять. Вай-фай, сразу здесь скажу, так себе, даже и не думайте им пользоваться, 500 мегабайтов, работает вообще, еле-еле вообще, что тут там, этих 500 мегабайт, но сколько их хватит вам, я не знаю, на час, на два, поэтому сразу берите с собой сим-карты, покупайте здесь. Завтрак у нас сегодня. Посмотрим, что у нас завтра. Тепленькие, тепленькие круассанчики. Пшеница с молоком. Супчик, наверное, какой-то, кашка, кашка даже. Каша пшеничная. Похоже на одно и то же. Так, ну, хлеб, винтик, Смотри, какой кебал. Хлеб. Финики, виноград. Ну, все то же самое. Лайм, все то же самое, что у нас будет на обед и ужин. Лайм, огурчики, перчик, редисточка. Вот, колбаски, сырки. Вот, сколько получается, раз, три, четыре, пять, шесть, семь каких-то, ну, разных видов сыров. Колбаска, один. Вареное яйцо, чища, картофельное, пюре, кубики написано, картофельное, 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 куриное, колбаса, сосиски какие-то, с овощами, томатная, моцарелла, у, помидорчики, белые бобы, колбаска, сосиски, каким-то овощами, кускус, кускус, и, чёрные бобы, чернослив, какие-то соусы, апельсинчики, финики, естественно, грейпфруст, и, дынька, ну, фруктов такие, ни клубнички, такого ничего нет. Двой гриль у нас, гриль, здесь омлетик у нас делают. Какое, можно бы свой сейчас кроссан, ты родил, я тебе, куплюсь, ну, куплюсь. Смотри, смотри, охотиться. Опа, 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 зараза, Да, тут у нас, друзья, ворона летает, смотрите, за хас, за сохранностью своих вещей и продуктов. Она всё крадёт тут. такая прям ручная. Ну, так сказать, с рук берёт. Зато вид, смотрите, какой вот так можно сидеть тут, обедать, напивать вино, бесконечно просто. Красота. Ну, а что на обед? А, сейчас посмотрим. Ну, так, что у нас? Супы, супчик сегодня у нас картофельный, такой вот, паста какая-то. и из цветной капусты, тоже типа пасты. Хлеб, булочки, салатики, холодненькие закусочки, оливки, лайм, масло, ну, салаты какие-то греческие тут, морковочка, помидорчики, капуста, какая-то цветная, да. Так, рагу, кирши, шпината, то есть овощное, рис, рис, измельчённая говядина, картофель, дофинуаз, надо попробовать, ещё не попробовал, что это такое, какой-то в чём-то запечённый, обжаренные овощи, овощи, мол, капуста, брокколи, вкусная, и курочка, курочка, мошки, и рыба, рыба есть, красиво, красота какая-то, красота какая-то, апельсинчики, дыньки, апельсин какой-то старенький, гуава, дынька, а это какой-то, это грейпфрукт, наверное, да, грейпфрукт, финики, постоянно финики, тоже финики, здесь везде, мочёные яблочки, тортики какие-то, из чего-то, с клубничкой, какие-то десертики, сладенькие, ну и бар, гриль, гриль, что у нас, hello, что у нас сегодня на гриле, паста, паста, макароны, паста, макароны, о, как, бифбургер, 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 ну, котлетки, в общем, в общем, вот набрали мы себе, такие тарелочки, картошка дофинуаз, но это такая, видимо, запеченная с сыром, наверное, и с какими-то перчиком, с чем-то, в общем, вкусно, вкусно, котлетки вкусные, свиные, курочка тоже вкусная, супчик вкусный, ну, умеют здесь готовить, вкусно делают, вкусно, мало, но вкусно, разнообразие, я имею в виду, маленькое, но все вкусно. Добрый вечер, добрый, добрый, так, друзья, пришли поужинать, поужинать пришли, здрасте, гриль у нас здесь сегодня присутствует, что у нас сегодня на гриле, what is it? Тут какой-то плов, наверное, да? Плов? Плов? Супы? Куриный, куриный, томатный, куриный и томатный, два супа, как обычно, все как обычно, торлей, торлей, что это такое? А, ну, это овощи какие-то, овощи, рыба вареная, рыбка, тут что? Куриный, чего-то куриное, куриная вот такая вот, что это фетихи, фахитас, куриный фахитас, называем, картошка, с овощами, это у нас, говядина, говядина тушеная, рис, рис отварной, обычный, ну, по этим-то все, да, виноградик, виноградик, какие-то сладости, вкусняшечки, сегодня подъехали, апельсинчики, персики, абрикосики, да, абрикосики, или персик, или нектарин, нектарин, дынька, финики, как всегда, финики, 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 хлеб, сегодня необычный, вот такой, красный, ну, есть обычный, ну, и салаты, халаты, салаты, оливки, о, классный, ик, яйца вот такие, накрашенные, кумбрия, баклажан, баклажан, рыба, 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 тунец, тунец, смокеш, 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 о, такой не знаю, даже, вкусно, соленая, соленая, да, как селедка, салат, помидорчик, а вот это, баклажан, лимон, лайм, лайм, нет лайк ok такой у нас ужин и друзья какие выводы можно сделать об отеле неоспоримые плюсы это конечно же расположение то есть до моря метров нисколько спустился и все ты в море прям и вид красивый ты сидишь когда обедаешь завтракаешь ужинаешь в ресторане ты прям можно сказать прям на набережной можно сказать на набережной море очень классно очень красивые виды очень классный заход в воду песок песочек мелко мелководье для детей наверное это будет вообще супер да и для взрослых тоже так вот паш прошел спрашивался потихонечку до буйков и там уже по шейку и так далее классный заход в море это неоспоримые плюсы этого отеля а далее что касается обслуживания обслуживания в принципе в принципе персонал очень вежливый обслуживают ну как ну как сказать как везде в египте да с небольшими косячками но принципе обслуживать если их потеребонькать они все сделают все нормально особенно если чаевые дать все вообще вас вылежут вычистят убирались очень классно хорошо меняли полотенца белье все нормально то есть поэтому вопросов нет по питанию по питанию обычная классическая четверка я бы сказал никакая не тройка разнообразие блюд мало не будет вам здесь никаких крабов креветок и так далее но рыба будет рыба каждый день было также будут какие-то на гриле шашлык вам делать свиной колбаски но колбаски я сразу скажу бумага бумагой что сосиски что колбаска колбаса что сыр здесь ну прям сказать но не очень бумага бумагой вот остальное картошечка кури курица ну то есть все такое знаете к чему мы в основном привыкли здесь будут делать нормально классно вкусно главное что вкусно вкусно кто-то говорит как то есть как говорят голодными точно не останетесь и еще и очень сытно в общем классно по еде принципе я доволен твердая четверка по анимации анимации можно сказать здесь практически никакой вот и я вам показывал была в марине рядом соседствующий отель марина 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 шарм хотел большого и такой отель и вот здесь у нас проходит как она аквааэробика природа а сейчас обычно на бассейне вот эта анимация всегда проходит но здесь чё чё бассейны занимать можно и в море провести тем более здесь песочку какая птичка хороший ух ты здесь песочек отлично вообще такой заход пологий-пологий для детей прям самая прям кайф вот вот так вот проходит на аквааэробика в нашем отеле в леду который у нас никакой анимации там нет и не может быть он совсем маленький а вот здесь пожалуйста но вы также можете здесь прийти сюда и позаниматься этим делом вообще без проблем а здесь но есть здесь вечерние до дискотека караоке и зависит от заполняемости отеля вот вчера вот отель в наш заехал очень много народу был танец за живота принципе по анимации все но здесь дискотеки вокруг просто вообще и наверное это будет минус здесь постоянно все время бум 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 то с одной стороны то с другой стороны даже дверь если закроешь стекла резонирует так с этой басами то есть такого безмятежного спокойного отдыха здесь не ждите но мы знали как бы говорится на что идем нам принципе было все равно мы постоянно гуляли где-то в разъездах последнюю ночь что когда хотелось поспать но мы приехали поздно как бы для нас было нормально вы смотрите сами постоянному зон здесь это да шумновато шумновато это да наверно будет кому-то минусом по номерам конечно они старенькие но на самом отеле старенький такое но в принципе все функционально все залакировано знаете ночь корабль корабль все покрыто лаком он стойкий надолго поэтому все держится все крепко но вот видок такое уже не современно это да если вы хотите продлить здесь номер в отеле если у вас будет такая возможность если будет свободный ваш там или другой номер то стоит это будет на три часа 30 долларов на 6 часов 50 долларов это без питания без питания питание еще дополнительно где-то в районе 10 долларов с человека то есть 20 долларов от нас попросили мы номер не стали продлять а просто пошли покушать 20 долларов отдали если еще напитки вы хотите то еще плюс дополнительно напитки там два доллара три доллара два доллара допустим чай и так далее вот такие цены они как бы не то что это минус какой-то здесь они идут в ногу с другими отелями здесь в египте вот так принято закончилось ваше время оплаченная все срезает браслеты все остальное все платно то есть это как бы не минус это фишка египетских отелей про коралл конечно он здесь никакой он мертвый но тем не менее вот я вам показывал сколько мы рыб на снимали рыбок вы по-любому здесь увидите ну и заключение что хотел бы еще сказать друзьям если вы читаете отзывы об этом отеле где-то там на три педвизор ну или каких-то других сайтах скорее всего это файк мы прям когда начали выезжать нас попросили написать отзыв мы отказались но другие туристы других туристов попросили написать причем не то что попросили а он взял телефон и сам сам кто-то из одну обслуживающего персонала написал отзыв какой вы думаете но естественно положительный отзыв по этому отзывам я думаю не особо стоит доверять смотрите честных блогеров таких как я я честно все рассказываю мне здесь ничего не оплачено не проплачено у меня только если кола реклама про сервисы бронирования билетов авиасейлс и про тревел арты на котором также вы можете посмотреть и заказать в том числе тур или оплатить отдельно отель ссылки конечно же вот в описании вот такой получился обзорчик на отель принципе твердая четверочка я могу сказать рекомендую если вы если вы во-первых с детьми очень классный заход если вы не боитесь шумных вечеринок и если вам не очень интересно скопление множество рыб таких мурен там или каких таких знаете здесь все равно есть рыбки так что вы их по-любому увидите так что вот так вот жду комментариев отвечу на ваши вопросы как-то так вот друзья из лидо и шарми шейха всем пока